Депутатами Магаданской городской думы сегодня рассматривался проект решения о внесении изменений в порядок размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования город Магадан и предоставление для опубликования средств массовой информации, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности. Также народные избранники рассмотрели вопрос об утверждении положения о реализации инициативных проектов в Магадане. Председатель комиссии Виктор Баринов отметил, что речь идет о дополнительной форме взаимодействия местных властей и горожан, когда вопросы организации городской среды решаются с участием жителей города. На рассмотрении находится способ обращения с заявлением на получение финансирования. Также рассмотрен был вопрос о внесении изменений в программу информирования населения Магадана о деятельности органов самоуправления с 2020 по 2024 год. Общий объем финансирования программы составит 86 миллионов рублей. Оценивать магаданские таланты в рамках конкурса «Звездопад» в этом году пригласили члена Союза театральных деятелей, доцента кафедры эстрадно-джазового пения, Института современных искусств России Нону Чхетяни. Нона впервые посетила город Магадан и впечатлилась видами заснеженных сопок и уникальной природы Северо-Востока. Планами проведения мастер-класса для участников конкурса «Звездопад» Ноначхетяни поделилась с вечерним магаданом. Я надеюсь, мы пообщаемся по основным каким-то базовым техникам вокала, о том, как это нужно делать. По идее, послушаем кого-нибудь, что-нибудь нам исполнить, попробуем это откорректировать. Познакомимся поближе. Я все время говорю, что сцену надо любить, на нее нужно хотеть выйти, а хотеть для того, чтобы что-то нам рассказать. Если вам есть что сказать, если вы готовы сделать этот музыкальный монолог, мы будем очень рады его услышать и оценить. Кроме мастер-класса, именитая гостья приготовила и другие презенты для участников конкурса. Все участники, которые являются выпускниками школы, по возрасту, я привезла даже гранты. То есть гранты – это не конкурсное поступление в Институт современного искусства. Если вас это заинтересует, у нас три формы обучения. Мастер-класс для вокалистов начался с распевки. По ее итогам видно, кто из конкурсантов неверно выполняет упражнения. Но она подробно поработала с каждым, углубляясь в самые азы вокального мастерства. Встреча прошла в очень дружелюбной атмосфере, отметили конкурсанты. Это снизило уровень переживаний перед столь высоким авторитетом. КОЛЫМУ КОЛЫМУ Проходил международный фестиваль «Конкурс детского и юношеского творчества». Состязание «Таланты нового века-2021» прошло в Олимпийском парке города-курорта. Магаданские вокалисты участвовали в фестивале под руководством преподавателя Светланы Серенковой. Поездка планировалась на зимних каникулах, но была отложена из-за пандемии. В творческом состязании участвовали вокальный ансамбль «Гармония» и солисты Анастасия Тишковец, Арина Джибилова, Владислав Антипов. Дело в том, что я как руководитель детского коллектива считаю, что выездные конкурсы – это достаточно важно, это интересно для детей, это стимул в работе, стимул вообще в творчестве, во-первых. Во-вторых, участие в конкурсе – это не только участие, но и опыт. Дети смотрят и слушают других конкурсантов. Проект «Таланты нового века-2021» проводили первым после года перерыва. Он был пробным в Краснодарском крае, потому что остальные города России в связи с эпид-обстановкой закрыты для таких мероприятий. Количество участников на конкурсе было ограничено в силу пандемии. Гала-концерт фестиваля не проводили. На вокальном состязании члены жюри прослушали номера, отметили лучшие и вручили дипломы. После конкурса состоялся круглый стол. По словам педагога, на нем магаданскую делегацию отметили с положительной стороны. Конечно, нам сказали достаточно хорошие слова о подготовке, об уровне подготовки, о программе, вообще о голосах, о том, что делают и как делают. Были, конечно, замечания, чему я очень рада, потому что мне, как педагогу, всегда интересно мнение других специалистов. И не только хорошее, но и замечания по технике, по работе вообще с учащимся. Тоже было все, слава Богу. Круглый стол был ограничен по количеству участников. Мастер-классы после фестиваля организаторы конкурса не проводили. В связи с пандемией мероприятие было закрытым, без зрителей. Теперь вокальный ансамбль «Гармония» готовится к отчетному концерту детской хоровой школы. Он пройдет 9 апреля в Малом зале Муниципального центра культуры. С 15 апреля начинается прием учеников в детскую хоровую школу. Всех детей, желающих научиться петь и любителей вокального искусства, педагоги приглашают на вступительные экзамены. В Муниципальном центре культуры на минувших выходных прошел финал 15-го городского конкурса исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад». Судействовать пригласили высококлассных специалистов из Москвы. Для танцоров и их руководителей Ангелина Радаченко провела мастер-класс под названием «Психофизические актерские техники для танцевальной импровизации». Насчет мастер-класса. Его уникальность и такая моя личная особенность в том, что это актерское мастерство в движении. То есть я еще и актриса по своему второму образованию, балетмейстер-постановщик и актриса. Поэтому мне очень нравится считать именно два этих направления. Для меня не бывает такого внутри, у меня не бывает четкого разделения, что вот это именно хореография, это театр, это актерское мастерство. Мне интересен именно тандем, именно слияние вот этих двух направлений искусства. И мне интересно работать с детьми, с хореографами, именно подходя с двух разных сторон. Ну то есть не бывает движения без эмоции и не бывает эмоции без движения. И вот к какому-то осмысленному движению, осмысленным жестам, осмысленному телу мне хотелось бы привести участников мастер-класса. Участники конкурса «Звездопад» рассчитывали на участие в мастер-классах и отметили, что им действительно очень важно мнение приезжих экспертов. Ну хочется, конечно, услышать, во-первых, их мнение о нашем номере, послушать ошибки, их принять. Ну и, конечно, советы выслушать, может быть, какой-нибудь мастер-класс. Это всегда интересно, обучаться чему-то новому. Волнение присутствовало у всех участников финала, а также болели за юные таланты руководители и родители. Первый этап прошел отлично, мы выступили, все составы прошли во второй тур. В принципе, было не так волнительно, как сейчас. Почему сейчас волнительно? Потому что мы понимаем, какой душ ответственности на нас лежит, хотим показать все, что умеем, ну и, естественно, победить. Ну, волнение присутствует каждый год, но с каждым годом его становится все меньше, потому что приобретаешь больше опыта. Вообще, очень волнительно, потому что каждый раз любой выход на сцену, даже если это не конкурс, это всегда очень волнительно, потому что, мне кажется, руководитель всегда переживает гораздо больше, чем ребенок, который выходит на сцену. Ну, каждый раз это как для нас, как закалка очередная. Сегодня мы справились, дети молодцы, была там небольшая заминка, но все равно все получилось. Уже выступление закончилось, ждем появления артистов, волнуемся безумно. Родители, мне кажется, волнуются больше, чем дети. Финал прошел успешно. Конкурсанты посетили обучающее занятие от именитых гостей. Юные звездочки проявили себя лучшим образом. Теперь с нетерпением ожидают выступления, лучшие в своих номинациях на гала-концерте, который состоится 10 апреля в 5 часов вечера. Приобрести билеты можно на вахте Центра культуры. Количество мест ограничено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова